4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Мы можем, я могу. Таков девиз нынешнего года. Это призыв к осмыслению того, какой вклад может внести каждый из нас в кампанию против болезни. В республиканском онкологическом диспансере постоянно работает школа пациента. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Среди основных причин возникновения болезни лидируют неправильное питание и курение. В прошлом году в Чувашии зарегистрировано 389 пациентов. Это статистика на 100 тысяч человек. Тем не менее, большинство раковых заболеваний можно и нужно предотвратить, говорилось на уроках школы пациентов. Врачи также говорили и о диагностике и симптомах заболеваний. Основные заболевания – это рак легкого, рак желудка, колоректальный рак, рак молочной железы у женщин, рак кожи. Задача – это развеять миф о том, что рак – неизлечимая болезнь, что это судьба, что это фатум. На самом деле это не так. Многое зависит и от нас, и от самих людей, которые вокруг нас живут. Сейчас проходит программа диспансеризации, участие в которой обязательно. Программа диспансеризации включает такой приличный онкологический компонент для выявления таких болезней, как рак молочной железы, рак толстой кишки, рак предстательной железы. Совет врачей. Меняйте свой образ жизни, откажитесь от вредных привычек, увеличивайте физическую активность, сбалансируйте питание так, чтобы не допускать появления избыточного веса. Согласно статистике, при лечении от рака на ранней стадии показатель десятилетней выживаемости достигает 95% и более. Однако, чтобы добиться успеха в лечении, пациенту надо доверять врачу. Не стоит обращаться к шарлатанам, которые спекулируют на беде. Сегодня рак не приговор. Это болезнь, с которой вполне можно справиться. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов.